Как можно поверить в бессмертие, если все люди умирают? Это премудрый Господь установил такого рода временное и жалкое существование для тех, кого почтил собственным образом и подобием. Все Священное Писание открывает нам именно противоположную истину о том, что человек временный, имеет эти все испытания, искушения, главный из которых самый исход, смерть телесная, ради того, чтобы оказаться удостоенным в результате достойно проведенной жизни, вечной жизни с Богом. Нет никакой логики в смертности и жизни человека, заканчивающего свое краткое существование возвращением в небытие. Этому противится весь строй логический и все окружающее нас относительное бессмертие материальных объектов, которые не исчезают вовсе, но преображаются. И Господь говорит нам через апостола Павла, все мы не умрем, но все изменимся. И то, что мы называем смертью, видим распад человеческого тела, материи, которая его формирует, форма существования белковых тел, который претерпевает разрушения, однако не прикасается тому умному миру, которому принадлежит человеческая душа. И Господь из персти земной, создавший человека, может быть потому и наименован создателем из персти, чтобы мы не сомневались, что воссоздать человеческую личность при конце мировой истории для вечного воздаяния Господу также не будет составлять никакой трудности. Вопрос только в том, в каком состоянии будет застигнута душа в момент своего исхода, в чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Поэтому бесконечно важно не тело свое содержать только лишь в каком благообразии и временном здоровье, но помня, сколь оно хрупко, уязвимо позаботиться о бессмертной душе, которая предстанет пред Богом во всей своей наготе, во всей подлинности своей внутренней жизни или внутренней смерти. И судимы были мертвы, по написанному в книгах, сообразно с делами своими, как сказано в апокалипсисе, но и эти дела являются следствием расположения сердечного. От избытка сердца, говорит Господь, и уста глаголят, и всякие дела совершаются. Потому Господь сердцеведец более всего и нас в ходе земной жизни учит обращать внимание на содержание собственного сердца, ибо это есть та окончательная фотография души, которая будет запечатлена в момент разлучения от тела. И, как говорит премудрый экклесиаст, дерево упадет в лесу однажды и уже останется лежать в той стороне, в которой упало. Пока человек жив, пока дерево подпиленное еще стоит, может оно и на запад, и на восток, и на юг, и на север, склонившись упасть. Но в конце падение его направления останется для него постоянным. Уже не перетащишь дерево, падшее среди других деревьев. Потому бесконечно важно, помня о последних своих, помня последние свои, во веки не согрешишь. Помня о дне исхода, а иногда внезапном завершении нашей человеческой жизни, стремиться всегда быть к этому готовым. Поэтому смертность наша, это вовсе не является опровержением нашего бессмертия. Но, напротив, тот важный момент, самый важный момент нашей жизни, который является для нас трезвящим, который является для нас направляющим к подготовке себя к жизни вечной с Господом. Субтитры создавал DimaTorzok